Спасибо большое, Эдуард Рингольдович. Спасибо большое, Эдуард Рингольдович. В Санкт-Петербурге около 300 тысяч таких больных, не больных, а пациентов, у которых высокая вероятность развития гепсулярного рака. И в России, к сожалению, до сих пор смертность превышает заболеваемость. Ну, картина на самом деле в США не намного лучше. Средний возраст пациентов примерно такой же, но просто статистика в США есть на этот счет, поэтому привожу эти данные. В России около 66 лет без лечения медиана общей выживаемости на всех стадиях не превышает 3,6 месяцев и напрямую зависит от стадии. Если разобрать по стадиям, то медиана общей выживаемости на ранней стадии BCLC-0A это 13 месяцев, BCLC-B 9,5 месяцев, BCLC-C 3,5 месяца и BCLC-D 1,6 месяцев. Однолетняя выживаемость при отсутствии лечения при ранней стадии 64%, BCLC-B 37%, BCLC-C, то есть это метастатический рак или с прорастанием инвазии в крупные сосуды 13% и BCLC-D стадия всего лишь 7%. Вот интересные данные по общей выживаемости нелеченных пациентов ранней стадии, то есть это те пациенты, которых образование до 2 см или 3 до 3 см в печени на момент диагностики. Однолетняя выживаемость у них 64%, двухлетняя 36% и трехлетняя 7% всего. Однако если мы возьмем эту группу больных и пролечим их радикально, то соответственно у них пятилетняя выживаемость составит от 50 до 70%. То есть несопоставимые результаты у леченных и нелеченных больных. Поэтому понятно, что необходим скрининг пациента в группе риска и необходима разработка эффективных и воспроизводимых технологий диагностики точного стадирования и радикального и быстрого лечения гепцелярного рака на потенциально курабельных стадиях заболевания, которым целесообразно относить стадии BCLC-0. То есть это опухоль до 2 см, BCLC-A одиночная опухоль любых размеров или 3 опухоли до 3 см и BCLC-B1 это так называемый расширенный критерий трансплантации печени. Ну какова роль интернационной радиологии в лечении гепцелярного рака? На сегодняшний день она очень большая и продолжает неуклонно расти как в лечении раннего рака печени здесь, так и в лечении стадии A и промежуточного гепцелярного рака, что собственно было всегда. Ну для очень ранней стадии абляция является первой линией выбора терапии в том случае, если пациент не является кандидатом на трансплантацию печени. Но опять же никто не мешает сделать абляцию, а потом пациенту поставит лист ожидания. То же самое для ранней стадии абляция это ведущий метод лечения в том случае, если опухоль не является солитарной и в том случае, если у пациента градиент давления не соответствует здоровой паранхимической печени фактически, то есть беспортальной гипертензии. Ну и для промежуточной стадии трансартериальная химилизация является стандартом лечения, но при ответе на терапию мы можем опять вернуться к абляционным технологиям. Сложнее обстоит в промежуточной стадии BCLCB, которая на самом деле представляет собой три стадии, но на сегодняшний день они стратифицированы на подгруппы, так сказать. BCLCB1 это расширенный критерий трансплантации печени, это стадия BCLCB2, узлы с хорошо очерченными краями, кровоток ворот на вене сохранен и возможность селективного доступа для суперселективной химилизации. И стадия BCLCB3 это либо диффузное распространение, либо инфильтративный рост опухоли, а также, ну как здесь написано, распространенное двухдолевое поражение, ну мы будем называть это, так сказать, внутрепеченочной метастазой множественной. Одна стадия. Ну конечно это не одна стадия и понятно, что это дело будущих рекомендаций, но на сегодняшний момент возникает вопрос, кто, когда, как и где должен вот стратифицировать этих пациентов и определять какая у них стадия заболевания. Вопрос остается открытым, но вот недавно, относительно недавно появилась так называемая технология плоскодетекторной компьютерной томографии, которая касательно рентгенохирургических технологий привела к полной смене парадигмы. Почему? Потому что операционное пространство, теперь рентгеноперационное, не является двухмерным, оно стало трехмерным, при этом трехмерным в режиме реального времени. То есть по сути это стереотоксическое поле, которое обладает диагностическими возможностями, лечебными, как с использованием внутрисосудистого, так и через кожного доступа. Ну и вот цель наша была изучить возможности по ДКТ для диагностики, стадирования и определения тактики лечения очень раннего, раннего и промежуточного гепсулярного рака. Вот взяли пациента с января 22 по февраль 23 года и всем пациентам, которые обращались к нам, скажем так, это были потенциально курабельные пациенты, естественно, недистеминированный гепсулярный рак, без цирроза, выраженного без асцита. И всем этим пациентам с подозрением на гепсулярный рак выполняли диагностическую двухфазную по ДКТ артерии гипотикографию. После обработки данных двухфазной ангиографии непосредственно в рентгеноперационную осуществляли окончательно внутрепеченочные стадированные заболевания и принимали решение о дальнейшей тактике лечения. Это могло быть либо хирургическое лечение, либо проведение чрезкожно-энергетической абляции, либо суперселентивной химобилизации лекарственными микросферами, либо использование комбинированного лечения, ну или отказ от локорегиональной терапии в пользу лекарственного лечения. Согласно вот тем рекомендациям BCOC, которые были приняты два года назад. Ну, за это время было обследовано 29 первичных пациентов с подозрением на гепсулярный рак на фоне цирроза, не получавших до этого никакого лечения. В 14 случаях для верификации стадирования была выполнена первым этапом диагностическая ПДКТ, ангиография с трескозной биопсией под УЗИ или ПДКТ-контролем. А еще у 14 пациентов они обратились уже с морфологически подтвержденным гепсулярным раком, по данным лучшего неинвазивных методов следования не подходили для лечения, поэтому вот эта двухфазная ПДКТ, она выполнялась уже как первый этап запланированного в локорегиональной терапии по тем или иным показаниям. Ну, что было в результате? При проведении диагностической двухфазной ПДКТ-артерии гепатикографии у одного пациента со стадии заболевания BCLCA и трех пациента со стадии BCLCB1 были выявлены множественные внутрепеченочные метастазы, которые не определялись на догоспитальном этапе по данным трехфазной спиральной компьютерной томографии или МРТ с внутривенном контрастировании. То есть была рестадирована на стадию BCLCB3, множественное внутрепеченочное распространение. В одном случае в стадии BCLCA было выявлено прорастание гепсулярного рака в воротную вену, не ассоциировано по данным МРТ с контрастным препаратом. Таким образом, в 17% случаев, то есть у 5 больных, стадия заболевания была изменена на стадию BCLCB3 или BCLCC. И локорегионарное лечение, согласно обновленным рекомендациям, призвано нецелесообразным. И еще у 5 пациентов, тоже 17%, после проведения диагностической ангиографии, стадия заболевания была изменена на более продвинутую. В одном случае с BCLCA на BCLCB1, в двух с BCLCA на BCLCB2 и в двух случаях с BCLCB1 на BCLCB2, что, естественно, потребовало коррекции плана локорегионарной терапии. Ну вот здесь примеры, я хочу, хотя мы не говорим сейчас о микрососудистой инвазии, но интересные очень данные, хотелось бы поделиться. Вот возможности по ДКТ для диагностики микрососудистой инвазии. Здесь представлен пациент, которым выполнена компьютерная томография, одиночный узел крупный. Вот так выглядит этот узел гепцеллярного рака уже на ПДКТ с внутриартериальным контрастированием. И вот справа стрелочка отмечена, это так называемая третья еще фаза наша, когда мы можем с большой долей вероятности заподозрить микрососудистую инвазию. А хочу напомнить, что это принципиально меняет тактику лечения, во всяком случае, у трансплантационных пациентов, потому что прогноз значительно хуже. Ну вот здесь пример смены стадии с BCLCA до BCLCB2. По данным компьютерной томографии у пациента был одиночный узел, также одиночный узел выявлялся на артериальной фазе по ДКТ. Но когда мы вторую фазу сканирования провели, это так называемая капиллярная фаза, здесь выяснилось, что есть еще два дополнительных узла. Причем один из них там небольшого размера, а второй, вот слева он отмечен, это так называемый узел в узле. То есть это вообще рак ин ситу получается. Но третий узел гепцеллярного рака, такая мультифокальная форма роста, очень редкое наблюдение. Но соответственно стадия была изменена, что соответственно требует иной тактики лечения. Вот пример изменения стадии с BCLCA до BCLCB3, когда при компьютерной томографии у пациента имелось три узла гепцеллярного рака, а при ДКТ-артерии гепатикографии, в данном случае в артериальную фазу, видно множественные белобарные мелкие узлы и, кроме того, инфильтративный рост. Смена стадии с BCLCB1 до BCLCB3. Эта пациентка обратилась уже с данными МРТ с примавистом, у нее было два узла, вот их хорошо видно, и, в общем-то, ни у кого не вызывало сомнений, что учитывая молодой возраст, ей нужно прооперировать. Но, тем не менее, мы выполнили диагностическую по ДКТ-артерии гепатикографию и, помимо вот этих двух узлов, выявили инфильтративный рост опухоли и, кроме того, множественные метастазы белобарные диаметром. Ну, вот здесь хорошо видно, там шкала один сантиметр есть, что эти метастазы были диаметром 1-2-3 миллиметра, самые маленькие. Естественно, от хирургического лечения мы отказались, назначили лекарственную терапию. Ну, вот здесь пример смены стадии с BCLCA до BCLCC. Слева, точнее, на этом слайде представлен МРТ с примавистом, здесь фаза с контрастным препаратом и экскреторная фаза, виден узел одиночный гепатикулярного рака. Однако, если мы смотрим в артериальную фазу, мы видим дополнительных два узла мелких очень инфильтра. И почему эти узлы появились, понятно, становится на правом рисунке, это капиллярная фаза, мы видим инвазию, активную, агрессивную инвазию опухоли в воротную вену, в правую, переднюю, по-моему, в воротную вену, что и явилось причиной вот диссеминации опухоли. То есть эти опухолевые клетки по системе воротной вены начинают метастазировать. Безусловно, тактика лечения здесь будет совершенно иной. Хотя вроде как бы ничего такого не произошло по времени, я имею ввиду. Ну, таким образом, локорегионарное лечение было начато от 24 пациентов. Распределение окончательно по стадиям заболевания было таким. BCLC-0 один больной, BCLC-A6, BCLC-B1-7 и BCLC-B2 стадия 10 пациентов. Ну вот, я просто здесь привожу наши результаты еще лечения. Насколько достаточно просто вылечить пациента с ранней стадии BCLC-0. Здесь пациент одиночная опухоль, там меньше 2 сантиметров в диаметре. Здесь достаточно выполнить правильно и вовремя микроволновую или там любую вид энергетической обляции для того, чтобы, в общем-то, пациент имел шанс прожить 5 лет. Достаточно большой. Если бы он обратился чуть-чуть позже, то прогноз был бы значительно хуже. То есть, 3 месяца стадия меняется. Здесь пример лечения стадии BCLC-A, то есть опухоль больше 2 сантиметров, 25 миллиметров. Поэтому мы выполнили одновременно в один этап сначала суперселективную трансартериальную химилизацию для уменьшения размеров опухоли. И сразу после этого выполнили микроволновую обляцию. Здесь видно вот уменьшение размеров опухоли за счет эффекта выпаривания и большой адекватный край обляции больше 10 миллиметров со всех сторон. Соответственно, тоже пациент наблюдается с хорошим клиническим эффектом. Ну вот лечение стадии BCLC-A. Но в данном случае мы не химилизацию использовали, а еще такую методику эмболизации аутогемосгустками, что позволяет не только прекратить кровоток в опухоли практически, не тратя никаких ресурсов, кроме крови пациента 10 миллилитров, но и использовать визуализацию призрака опухоли, который после нагревания ее остается, и за счет этого видеть край обляции. То есть опухоль становится гиперденсной, а окружающая паренхема подвергнута обляции гиподенсной, что нам дает четкую возможность определить край обляции. Ну, пример. Например, еще один лечение гипсулярного рака стадии BCLC-A1. Здесь два узла. Один из них больше 4 сантиметра, второй меньше сантиметра, но стадия заболевания соответствующая. И первым этапом мы выполнили суперселективную химилизацию крупного узла. Получили полный ответ на лечение. Через месяц или там полтора, сейчас уже не помню. Мы ориентируясь на это, выполнили абляцию узла, которым выполнена химилизация, и сразу микроволновую абляцию второго узла. То есть на следующий момент пациент наблюдается больше года, без признаков локального прецедива, локального прогрессирования. Также высокоэффективным в лечении стадии BCLC-B может быть суперселективная этапная химилизация, если она выполняется правильно, по этапам. Ну вот здесь в качестве примера хочу привести пациента, которого 3 узла в печени, и в 3 этапа была выполнена химилизация. То есть здесь методика заключается в суперселективном введении химиосфер оценки накопления. Обязательно после химилизации оценить распределение химиопрепарата в опухоли, чтобы не было зон дефектов накопления, иначе там будет неизбежна остаточная опухоль. И вот таким образом он был пролечен в течение 3 раза, был госпитализирован на 3-4 дня, и в настоящее время полный ответ на лечение с хорошим, как по критериям РИЦИС, так и по критериям РИЦИС. Ну и пример, как более сложный, когда химилизация в одном узле, который прилежал к надпочечнику, оказалась недостаточным, и здесь тоже было 3 узла, 2 подвергнуты только химилизации с полным ответом, и 1 узел пришлось дополнить химилизацию микроволновой абляции, тоже пациент с полным ответом. Таким образом, у всех 14 пациентов с ранними стадиями заболевания BCLC0A и B1 в настоящее время отмечается полный ответ на лечение по критериям МРИЦИС. Полный ответ на лечение отмечается также у 3 пациентов с стадии BCLCB2 после проведения суперселективной химилизации микроволновой абляции. Остальные 7 пациентов со стадии BCLCB2, такая судьба. Стабилизация у 3, мы продолжаем локорегионарное лечение, прогрессивные у 4, они переведены на системную терапию. Но этот вопрос, я во втором докладе тоже этот слайд поставлю под вопросом, можно ли вылечить пациентов вот с этой стадии BCLCB3, когда множественные трепечёночные метастазы путём суперселективной химилизации. И вопрос, который мы тоже обсудим, целесообразна ли химиинфузия через артериальный порт. А выводы следующие. Использование двухфазной диагностической под ЭКТ-артерии гипотикографии привело к рестадированию гипотекарного рака у каждого третьего пациента. Это 10 больных из 29, то есть даже больше 30%. При этом у каждого 6-го пациента 17% рестадирования потребовало отказа от локорегионарного лечения и назначения системной лекарственной терапии в своей стадии либо BCLCB3, либо BCLCC, там где была инвазия воротную вену. Таким образом, двухфазная под ЭКТ-артерия гипотикография может стать обязательным этапом уточающей диагностики гипотекарного рака у пациентов, являющихся кандидатами на локорегионарную терапию. По нашему мнению, это и резекция печени, и трансплантация печени, ну и уж тем более абляция и суперселективная химилизация. Спасибо за внимание.